Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня в нашей студии мы поговорим об очень сложной и очень актуальной теме, темой, которая звучит практически в каждой проповеди священника во время богослужения, о которой мы очень часто размышляем на различного рода беседах, и очень часто приходится священнику, миссионерствуя, бороться именно с этим недугом современного христианства. Это фарисейство. Поговорим о фарисействе с нашим гостем Иреем Николаем Зининым, настоятелем храма святого мученика Трифона. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Действительно, наверное, ни одна тема так не обсуждается, ни одна тема так не осмысляется, как тема фарисейства. Более того, нам церковь даже специальное воскресное чтение выделяет раз в году, а мы три фарисеи при подготовке к Великому посту. И вообще, в принципе, мы видим, что все Евангелие построено, кроме того, что мы читаем там о чудесах, кроме того, что мы видим, что и как Христос проповедует, мы видим одновременно с этим постоянный конфликт. Его и фарисеев. Вот для того, чтобы нам к этой теме подойти, давайте напомним, кто такие фарисеи и за что Христос периодически, если не сказать постоянно, их осуждает. В Ветхом Завете было несколько религиозных групп, их можно назвать сектами в чем-то, но они были в полном, в чем-то согласны с собой, в чем-то друг к другу не согласны, но, в принципе, они шли в конве богословия Ветхого Завета. Кто-то говорил, как, например, Саддукея, что воскресенье из мертвых не будет, и тоже как-то цитаты приводил. На самом деле, в Ветхом Завете нет доказательных цитат, что будет общее воскресенье. Для многих людей этой надежды и не было. То есть жизнь продолжалась в потомках, и это и было твоей вечностью какой-то личной. Вот. Фарисеи — это была группа религиозная, группа людей, которые взяли себе за правило дословное, буквально, исполнение всех заповодей, всех повелений Господних. Кроме того, что есть 10 заповодей в Ветхом Завете, там еще порядка 600 различных постановлений. Да, 330 постановлений, из них, по-моему, 365 как раз запретов, если только я боюсь в цифре ошибиться, и оставшаяся сумма, соответственно, каких-то еще больших повелений. Очень много. И вот в дословном соблюдении этих правил фарисеи полагали спасение в следовании закону Моисея. И, в принципе, Христос не обвиняет их за следование правилам Ветхого Завета. И конфликт возникает не на почве этих правил, а на почве того, что есть нечто большее, чем правило, и Христос говорит, что это милость. Я вот, батюшка, только немножко вас прерву. Мне кажется, это уточнение тоже было бы крайне уместным. Надо сказать еще о времени появления партии фарисеев, то есть это период вавилонского пленения. Как раз вот то, о чем мы говорили с вами в предыдущей передаче, рухнули надежды. То есть людей увели в плен, люди страдали. Мы помним, что в этот момент на реках Вавилонских, там и седохом, и плакахом, от череп Вавилония окаянная, да пусть вырвет, да прилепнет язык мой, гортани моей, если кто-то мне заставит петь радостные песни здесь, вот гимны нашего народа, вот в этом вавилонском плену. И народ этот решает вопрос, как же из этого плена выйти? Где вновь найти потенциал надежды и потенциал веры упования. И фарисей находит цитату в книге Исход, где сказано, если будете хранить повеление мое, да, то есть будете соблюдать все, что сказал я вам, сохраню вас, причем сохраню на языке оригинала очень красивый глагол, который предполагает, сохраню так же, как сохраняет наседка своих птенцов, возьму под свое крыло. И вот появляются люди, которые начинают действительно дотошно копаться в каждой букве, в каждом законе, в каждом правиле. И я вас перебил, да. Ну и в этом на самом деле нет ничего предусудительного. Мы тоже призваны к тому, чтобы священное писание изучать и следовать тем повелениям, которые Господь дает, в первую очередь, в новом завесе для христиан, это принципиально. Но так случилось, что с течением времени следование этим правилам привело к образованию новых правил. И как следствие к тому, что от милости-то эти люди все больше и больше удалялись. Очень конфликтные были ситуации, когда Христос исцелял в субботу. А по мнению учителей фарисейских, суббота — это день покоя, исцеление — это труд. Поэтому никакого труда в день субботный быть не может, и в том числе исцеление. Христос как будто бы намеренно исцелял людей в субботу, провоцируя агрессию в этих людях и непонимание, как это может быть. Говоря в тему нашей предыдущей передачи, получается, у фарисеев была ложная надежда. Они вместо Бога надеялись на исполнение закона. На исполнение правил. И по сути дела даже не на само исполнение правил, а это такой был узкий фокус на себе самом. То есть дело утопающих — дело рук самих утопающих. То есть я должен сейчас исполнять добуквенно закон, и это автоматически определит мое спасение. Даже можно сказать, выкрутит руки к Господу Богу, он не сможет мне отказать, потому что сказано. Он обещал, и своего обещания он не может не сдержать, как абсолютная справедливость. Давайте поговорим тогда, потому что история вопроса даже многим может быть и известна, и понятна. А вот современная фарисейская закваска, потому что вот мы, наверное, так много и так часто проповедуем именно об этом, потому что постоянно мы сталкиваемся с подходом фарисейским к вере, к богословию, к жизни церкви, как в себе самих, чего уж там скрывать. Мы как священники тоже иногда бываем фарисеями, вот, и в том числе у мирян это наличествует. Вот для современного мира, что такое фарисейская закваска? Почему это наименование стало таким нарицательным? Фарисейский дух или фарисейская закваска, как называет Христос, это состояние души, это лицемерие. Но такое тонкое очень лицемерие, которое не видно зачастую самому человеку. И оно выражается в том, что соблюдая букву какую-то законную, я поступаю с любовью, поступаю с милостью и тем самым обесцениваю букву закона. Потому что Христос провозгласил не человек для субботы, не человек для закона, для того, чтобы был закон, а суббота для человека. То есть закон для человека, а не человек для закона. И это очень революционная на самом деле мысль, потому что для фарисеев закон был незыблемая величина, ну, фактически равная Богу. То есть это как бы словесное описание. Бога мы не видим, не можем его почувствовать как. Ну вот закон, это такая икона Бога, которая и есть Он. А получается, что это закон для меня, а не я для закона. И это вот своими делами Христос показывал, как это. Исцелял в субботу, позволял блудницам прикасаться к себе, позволял себе вкушать пищу с грешниками, с мытарями. Что это равняется греху. Ты сам себя причесал к грешникам через эту трапезу. И все это делая показывает, что милость-то она выше всего этого, и правильнее, и ближе к Богу. Все это можно делать, исполнять букву закона, но не оставлять милость, то есть не оставлять любовь к ближнему, в которой, по сути, любовь к Богу и выражается. Вот, например, притча о добром Самарянине. Тоже многие, наверное, телезрители знают ее. Что проблема не в том, что священник и левит, они были такие жестокие и надменные, что даже не прошли мимо и не прикоснулись. Проблема как раз в том, что они шли на служение в Иерусалимский храм. А по правилам этого служения священник и левит не должен был прикасаться к мертвому или к крови, иначе он считался нечистым и должен был пройти специальный обряд очищения, омовения. И целый день он считался нечистым, а порой и несколько дней. Даже еще больше, мне кажется, лежит обнаженный, потому что мы помним из притчи, совлекли его с его скота, с осла, наверное, скорее всего, и раздев его, избив его, оставили едва живым. И тут еще более, наверное, такое правило в этой среде. Очень четкое было деление на чужих и своих, на чистое и нечистое, это мы уже сказали. Но не только к крови или к мертвому, а еще и, скажем, к какому-нибудь иноверцу, какому-нибудь самаренин же, это кто? Это, собственно говоря, человек, которого гой, то есть один из гоев. То есть это человек, которого и неизвестно, вот лежит перед тобой голый человек, а вдруг это нечистый самаренин, иноплеменник, может это мытарь, может это блудник какой-то лежит. На всякий случай пройду мимо. Ну, воля Божия, что его так израиль, значит, есть за что. То есть православный христианин бы сказал, ну, значит, по делам Господь себе дал. То есть фарисейская закваска, то есть фарисейство в нас, это попытка избежать выхода из зоны собственного комфорта, потому что, как ни крути, мы окружаем себя законом, буквой, для того, чтобы суметь остаться, что называется, при своих. Потому что любовь, она всегда требует выхода из, ну, начнем, в качестве аналогии из личного дома, вот, для того, чтобы тебе заметить униженных, оскорбленных, у израненных, побитых и так далее, тебе нужно расфокусировать взгляд, который расфокусирован на тебе. Ну, смысл этой притчи как раз вот в том, что, неважно по каким причинам, был ли он мертвый этот человек, или он изранен, или ногой, или просто иноплеменник, религиозные запреты того времени, фарисейские запреты в том числе, они были препятствием к тому, чтобы оказать человеку помощь. И они проходили мимо. Причем, это же не был самарянин, да, как мы знаем, это был человек, который шел в Иерусалим, также помолиться в храм. По сути, это был их брат. А помог ему как раз тот самый самарянин, к которому бы они не прикоснулись. И поэтому, вот, если уж говорить про современную почву, да, то у нас зачастую такое же отношение, там, к людям, которые приехали к нам на заработки из других, там, стран СНГ. Или, там, из Китая сейчас очень много тоже, да, приезжают людей. Как мы, будучи православными, отнесемся к израненному человеку, там, другой веры, да, он может быть, там, мусульманином. Пройдем ли мы мимо, или мы скажем, что это не наш вообще брат во Христе, что понаехали. То есть вот эта ожесточенность, это не любовь, которая требует каких-то вот... Ну, и даже в частностях, вот, если мы вспомним, за что обличал Христос фарисеев. Например, он говорил, вы любите долго молиться на показ. Вот. Да, тут, кстати, интересно, что лицемер или лицедей, это актер. Тот, кто делает вид, что он молится, потому что искренняя молитва, это очень интимные акты. И вот особенно долго и на показ, это будет не по-настоящему, да, это будет инсценировка. Или, например, вы увеличаете воскрылья своих рис, то есть вы делаете там длинные-предлинные себе одеяния, чтобы люди вас видели, да, то есть тоже что-то напоминает нашей церковной практике. К сожалению, фарисейский дух проник и какие-то плоды свои ядовитые дал. То есть мы одеваем какие-то иногда намеренно длинные какие-то мантии, там, у епископов часто есть такие там... Плотки, юбки в пол. Особо длинные, да? Особо длинные, чтобы было прям видно. Да, и это все внешнее, которое может и, к сожалению, иногда заслоняет внутренней суть, суть молитвы, суть твоих взаимоотношений с Богом. Это как раз проявить любовь в нужную минуту ближнему, а не дистанцироваться от него, закрыв себя законами и правилами. Батюшка, ну вот естественный вопрос тогда встает. Все правильно говорите, да? Вот все мы обсуждаем, да? Вот какой-нибудь православный, неофит, например, вначале он скажет. Так что? Значит, надо все законы отменить, и в принципе я могу жить как хочу, и главное, чтобы что? То есть где тогда критерий того, что я поступаю верно? Потому что закон ведь, кроме того, что ограничивает, дисциплинирует, он является такой формой критерия. Критерия, что ну я делаю все верно. А почему у нас, собственно говоря, приходит человек в первый раз в храм, и иногда он боится, собственно говоря, войти в этот храм, потому что не знает, как правильно. А когда он заходит, ему может встретиться человек, который знает, как правильно, а правильно только через правое плечо свечку передавать, правильно только свое место знать где-нибудь там в районе паперти, ну и так далее, и так далее. Ну это же проявление фарисейского духа, раз люди заранее боятся сделать что-то неправильно в храме. Значит, они уже воспринимают эту территорию не как территорию свободы, а как территорию закона. И значит, там есть возможность проявить фарисейский дух. Свобода не должна быть ограничена? Я думаю, вот когда вопрос встает о критерии свободы, то у меня ответ один — это Христос. То есть вот сам Христос — это критерий твоей свободы и мерило того, как ты поступаешь. Каждый раз, когда встает ситуация выбора, ты должен соотнести свои действия с действиями самого Христа. Как бы сделал он на моем месте? Он делал очень много провокаций. Если говорить, называть уж вещи своими именами, я думаю, вот как бы мы отреагировали, если бы вошел человек и начал, ну я не знаю, там, вот обличать, он говорит, порождение ехидного, вот. Надо радоваться таким вещам. Увел бы за собой добрую часть прихожан и так далее. Нет, ну тут, конечно, вопрос опять вот в моем страхе, что прихожан кто-то уведет. Почему бы мне самому не начать себя там обличать, тех же прихожан, для того, чтобы они этот критерий увидели здесь, что его не надо. На самом деле вот я согласен в чем-то с Бердяевым, который писал о том, еще в 20 веке писал, что церковь должна встать на защиту свободы выбора человека. И, как бы это страшно ни звучало, греховной свободы тоже. Ведь Бог-то не ограничивает нашу свободу, будь она греховная или будь она с его... В чем греховность свободы? Когда мы поступаем не как Христос, то это однозначно мы ошибемся, да, грех — это ошибка. Но ведь весь спектр нам дает Господь. Вот если бы мы смогли, как Он, Его глазами посмотреть на людей, мы бы смогли бы дать им больше свободы. Ведь кто в первую очередь мучается от греха, кто от этого свободы неправильно употребленный? Сам человек. Когда ребенку можно сто раз объяснять, что он обожжется, сунув руку в костер, но когда этот уголек ему обожжет руку, он уже по-другому абсолютно к нему. Он понимает, что да, огонь — это вещь хорошая, можно у него погреться, но руку туда совать не надо. По сути, все заповеди об этом. Несу руку в розетку, несу руку в огонь, да? Ведь страсти — это то, что мы неправильно используем. Вот страсть гнева — это хорошая вещь, Бог ее нам вложил в душу. Но мы ее неправильно употребляем. И вместо того, чтобы гневаться на грех, гневаться на зло, которое во мне появляется, я гневаюсь на человека. Отвертка — хорошая вещь, ей можно завернуть шуруп. Но если я этой отверткой тычу себе в ногу, то я грешу, я совершаю грех по отношению к себе самому в первую очередь. А потом я могу и кому-то. Если я себе разрешаю воткнуть отвертку, значит, я могу и ближнему ее воткнуть. Потому что мне это не больно, я ее уже не чувствую. И поэтому, я думаю, не надо бояться дать свободу человеку. Вот делать неправильно. Свободу делать, не поступить правильно, почувствовать вот эту боль, границу, которую, да, он перешел, но он же потом приобретет иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Он будет знать, как плохо в этом огне гореть. Он будет понимать, что это не просто какие-то пустые запреты, которые церковь свята хранит, как вот некие там идолы, опять-таки, фарисейские правила. Да, у нас же и молодежь недоумевает, вот общаясь со студентами, а почему нельзя там до брака вступать в интимные отношения? Человек не обжегся, человек думает, что, ну, или в чем-то он обжегся, ну, вот недопонимает. И задача священника, задача пасторя объяснить, что это в первую очередь его боль. И никто не будет стоять и говорить ему, не делай так. Ему говорят так из любви к нему, что боятся, что ему будет больно. Но это не значит, что его ограничивает свобода. Ты можешь это сделать, Бог тебе эту свободу дает, но ты должен понимать и помнить, что церковь об этом говорит, что тебе будет больно, однозначно будет больно. Любой грех ведет, как апостол Павел говорит, скорбь и теснота всякому человеку, творящему злое. Это любому человеку, верящий человек, неверующий. Если он делает зло, если он не в соответствии с волей Божьей живет, то на его душе скорбь и теснота. Это очень тягостное состояние. Не дай Бог никому вот это ощутить, эту скорбь и тесноту. Хотя мы отчасти, конечно, отклоняясь от воли Божьей, каждый в своей мере ее ощущаем. Вот это тоже качество жизни. Со Христом сложно, со Христом тяжело, потому что приходится себя урезать и говорить нелицеприятные вещи людям. Мы вот с одним прихожанином общались. Вот он сетовал, что дочь его недолюбливает. И как-то он так сетовал, сетовал, и тут я уже не выдержал. И как бы вот расклад ему дал, как говорится, полный. И он мне говорит, очень больно мне, батюшка, твои слова слушать. Но без этой боли, без этого выхода из себя, не найти Христа, не найти любви, и будешь пребывать в фарисейском состоянии, что мне вместо любви будут претензии, вместо милости будут правила, вместо молитвы будет показуха, вместо причастия будет рассеянность. Вот недавно на службе ходят у нас, пожертвования собирают во всех, в принципе, этих храмах. Ну, у нас была крещальная литургия, и там момента не было подходящего, и поэтому я не благословлял собирать. И вот начинается евхаристический канон, и зазвенели кошельки. Так меня это вот, такой гнев подняло в душе. Вот. Пришлось начинать евхаристический канон заново. То есть я прервал службу, сделал замечание, прещение, и вот оно в этом фарисейство. А Иоанн Златоуст говорит, «Горе имеем сердца, так ты опасайся, чтобы не остаться тебе на земле». То есть это взлет. Взлетная площадка. Самолет сейчас взлетит, а ты лезешь в чемодан, посмотреть, взял ли ты носки или нет, к примеру. Но уже трап-то поднимается, ты на этой взлетной посадочной полосе останешься со своими носками, а самолет улетит без тебя. Вот в этом опасность фарисейского духа. Не настоящая. Замена настоящего ложным. А в чем сложность настоящего? Потому что оно постоянно меняется. Бог — это не монолит, Бог — это не истукан, который вчера такой же, как и сегодня. Ему не нужно слушать твои молитвы постоянно. Он утреннее и вечернее правило знает наизусть, я уверен. И намного есть люди, которые лучше это читают. Ему идут приятнее. Есть даже ощущение, что он является причиной появления утреннего и вечернего правила. И вот, скорее всего, да, ему нужны твои молитвы не как источник его энергии, а как выражение твоей любви. Но тогда и правило по-другому. Тогда ты не можешь просто его вычитать. Тогда ты... Вот когда честно мы пред Богом предстаем, очень сложно все. Что сейчас Бог от меня требует? Как я ему буду молиться? Как я Богу буду молиться? Вот я пришел на богослужение. Как я ему буду... Я тут служить буду. Не денежками своими звенеть, там, не свечки ходить, расставлять. Я пришел к Богу служить. Это так страшно, что мы прикрываем это масками, фарисейскими масками. Что в храм это вот сюда свечку, сюда копеечку положил, просворку получил, скушал. Все, ты молодец, ты выстоял. Батюшка, спасибо большое. Время нашего эфира неумолимо приблизилось к концу. Заканчивая сегодня беседу, резюмируя опять-таки все то, что было сказано, очень много сегодня важного и содержательного было произнесено критерий всего возлюбленной во Христе. Сам Христос. Не закон, не правило, не заповеди, а Христос. Закон и заповеди — это то, что помогает к Нему приблизиться. То есть это не цель, а это путь, в который мы можем пойти. И заканчивая сегодня нашу передачу, мне бы хотелось вспомнить слова, которые мы уже неоднократно в наших передачах использовали, для слова блаженного Августина. Люби Господа Бога и делай, что хочешь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова